Объясню ситуацию. На самом деле, здесь же хорошая традиция телевидения. Если сезон сериала успешен, он продлевается. Так и с Арсением Петровичем. Из недели в неделю, уже третий месяц, длится замечательное премьер-иадо. Но я хочу сказать, что Арсений Петрович мне все больше и больше напоминает холодильник. Я объясню почему. Знаете, холодильник старый, испорченный, никому не нужный. Его надо выкинуть, его надо убрать с кухни. Но как только к нему подходишь, открывается дверка и вываливается что-то, что надо убрать. Открылось, вываливались старые вещи. Открылось, потек лед. Открылось еще что-то. Вот Арсений Петрович каждый раз, как только его должны снять, у него открывается дверка. Единственный вопрос, что для того, чтобы выкинуть этот холодильник, нужно объединенные усилия. Консолидированные объединенные усилия. А тут каждый раз этот холодильник что-то новое подставывает. Поэтому во вторник, я подозреваю, дверка откроется в очередной раз. Это вы забрословато загнули, Борислав. Вот я помню, что 29-й у нас дедлайн. Президент потребовал, чтобы до его отъезда в Америку, он, правда, так не сказал, но мы же все понимаем, почему 29-е, да? Да, 30-го он едет в Америку и говорят, что если он приедет туда с лягушонкой, с коробчонки, под лягушонком я имею ввиду, неразрешенный правительственный кризис, то его ждет там прохладный прием. Не, но вы видите возможность, чтобы президент как-то надавил на премьера, чтобы он ушел? Назовите мне вариант, при котором президент... Вы мне назовите. А вот нет этой ситуации, у нас коллизия существует, у нас можно объявить как бы в этом недоверие, а премьера никуда не уйдет. И ситуация в том и заключается, в том проблема, что в данный момент один человек держит в заложниках всю страну. Личные амбиции и личные интересы превалируют над всем остальным. Поэтому в данный момент, как нормальный политик, Арсений Петрович должен смотреть в будущее. А, ну не в свое будущее, где лежит приватизация облэнерго, одежда припортового... Арсений Петрович, так я и представляю. Он бы сейчас вам сказал, я вам, господин Береза, ничего не должен. Он еще одно говорит. Это его слова. Если вы предоставите премьера, я уйду в отставку. Отлично. Наконец-то партия власти выдвинула грозь. Где отставить? Теперь каждый раз будет новая идея. Продолжение следует...